В императорском дворце в Токио прошла самая масштабная церемония интронизации или по-другому восхождение на престол нового императора. На важные для Японии мероприятия были приглашены государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса из 195 стран мира, в том числе и президент Кыргызстана Сорумба Джеймбека. Кроме того, Джеймбеков в рамках рабочей поездки посетил головной офис корпорации «Токио Роуб МФЖ» в столице страны, которая занимается производством высокотехнологичных стальных канатов и уже имеет дочерний филиал в Бишкеке. В ходе разговора было отмечено, что практически все договоренности с компанией на сегодняшний день реализованы. Бизнес-инвестиции нам нужны как воздух и вода. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией, с такими крупными корпорациями, как ваша. Япония нам много помогала с момента обретения независимости. Стоит отметить, что на данный момент ведется установка противоловинных сооружений на одном из участков автодороги Бишкекош, а также в ближайшее время аналогичные работы будут начаты и на другом участке автодороги. «Наша корпорация заинтересована в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики Кыргызстана путем внедрения современных японских инновационных технологий». Не забыл наш глава государства про соотечественников, проживающих в Японии. При этом Джеймбеков положительно отозвался об опыте проживания в такой развитой стране. «Я очень рад встретить соотечественников в стране восходящего солнца. Я рад, что вы, живя здесь, можете перенять лучшие качества этого народа, потому что Япония по праву считается страной передовых технологий, и мы должны стремиться к таким достижениям». «Я не знал многотехнологии Японии, да». Напомним, что президент Кыргызстана находится в стране восходящего солнца с рабочим визитом, в ходе которой состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Японии Синзо Абе. Медербек Мамбиталиев, Нурмахамед Абдумаджинов. Новости Ошперим.